всем привет меня зовут Ирина Невзорова и вы на канале школа вязания посмотрите сегодня как я обещала я вам расскажу как соединять такие ажурные мотивы в арке из воздушных петель с помощью провязывания последнего ряда как мы это делаем сначала вы связали полностью один мотив вот он у вас будет самый первый и уже потом к нему мы будем привязывать все остальные далее вы по предыдущему уроку свяжите первые два ряда вот такие вот и в последнем ряду мы будем ввязывать уже вместе наши элементы как мы начинаем последний ряд также делаем 5 воздушных петель 1 и 5 воздушных петель во 2 начинаем формировать угол делаем в следующую арочку 4 столбика с накидом кстати ссылку на как вязать этот мотив отдельно я прикреплю к этому видео дальше мы будем соединять углы так как у нас здесь арочка из 5 воздушных петель мы будем соединять среднюю третью петлю поэтому мы делаем 2 воздушные петли прикладываем изнанкой к изнанке лицевой вот так вот изна как изнанки просовываем нашу наш крючок в арку из воздушных петель делаем соединительный столбик с тем что было на крючке и делаем опять две воздушных петли дальше нас этот мотивчик уже пока не интересует мы продолжаем формировать угол то есть набираем 4 воздушной 4 столбика с накидом 4 и не столбик без накида делаем следующую арочку теперь у нас сейчас идут вот эти вот элементы кем 5 воздушных петелек мы их тоже будем соединять тоже делаем две воздушные петли находим на нашем в первом мотиве эту же арочку и делаем в нее уже соединительный столбик вот так и опять две воздушные петли вот получается так соединили и дальше по узору по нашему мотиву мы должны сюда сделать столбик без накида опять делаем две воздушные петли находим вторую арочку и в нее делаем соединительный и опять две воздушные петли возвращаемся к мотиву делаем столбик без накида вот посмотрите у нас соединились мотивы дальше формируем угол делаем 4 воздушных 4 столбика с накидом и угол опять будем соединять то есть мы соединяем одну сторону от угла углу делаем 2 2 воздушные петельки находим у нас вот он парочку делаем соединительный столбик 2 воздушные петельки и вот в этот наш мотивчик делаем 4 столбика с накидом 4 и дальше столбик без накида вот так вот мы соединили две как бы стороны до одну сторону мотива сейчас мы заканчиваем уже нормально по прошлому уроку как полагается этот мотив до конца так у меня получилось я довязала до конца спрятала все ниточки таким способом вы можете соединять сколько угодно вширь сейчас я покажу как сделать квадрат как соединить это все в квадрат сейчас вы свяжете получается 3 квадратик таким же способом соедините его вот сюда то есть не дальше а наверх самостоятельно и четвертым квадратом я покажу как его ввязывать в угол посмотрите я дошла до того момента то есть я также соединила начала с угла соединила воздушные петельки в середине сейчас мне надо соединить вот с этими двумя уголками отдельно то же самое 2 воздушные петельки и вот сюда либо в серединку либо вот в эту петельку вот вот в эту можно кто-то делает прямо за это но не очень красиво так получается общем за вот эту петельку в серединке я опять делаю соединительный столбик вот так вот 2 воздушных петли не возвращаясь обратно к формированию угла 4 столбика с накидом вот вот так вот у нас соединилась соединился этот угол дальше провязываю до конца такая картинка у нас начинает вырисовываться и сейчас мы будем ввязывать 4 мотивчик уже с двух сторон иногда может быть и ввязывание с трех сторон может быть и с четырех сторон то есть смотря какую стиль раскладки вы выберете вот дальше вяжем следующий мотивчик вот связали мы его и первые два ряда дальше мы вяжем получается с воздушной петельки из 5 воздушных петель воздушной арочки 5 воздушных петель соединяем то есть я знаю что у нас одна сторона будет не задействована начинаем с угла то есть вот мы ее просто провязываем и дальше с угла все делаем то же самое 4 столбика с накидом 2 воздушные и начинаем уже все прикладываем изнанка к изнанке соединительный 2 воздушные 4 столбика с накидом для угла 4 соединяем соедините столбиком без накида 2 воздушные петли сейчас нам надо соединить вот эти воздушные цепочки и воздушные соединительные 2 воздушные к нижнему ряду столбиком без накида 2 воздушные соединяем 2 воздушные и столбиком без накида следующий ряд дальше вот так получилось к углу к этому идем формируем угол 1 3 4 столбика с накидом 2 воздушные петли дальше надо нам посмотреть на наш угол и понять куда красиво соединить его я наверное вот сюда сейчас засуну наш крючок вот с изнанки вот в эту петельку вот сюда смотрю как это будет выглядеть 2 воздушные петельки сделаю 4 столбика с накидом дальше вот мне вполне нравится они очень плотно плотники получились и ажур в то же время сохранился дальше мы не забываем что нам надо уже и вот эти стороны соединять поэтому 2 2 воздушные петельки и соединяем наши арочки без накида ней сюда идем углу здесь стоит быть внимательными чтобы не было у вас такого что вы соединили с изнаночной стороны 1 квадрат и все остальные с лицевой уменьш такое было две петли воздушные соединяем соединительный с углом 2 петли воздушные вот такое вот соединение у нас получилось то есть мы соединение две стороны это у нас такая раскладка то есть может быть сейчас у вас будет и несколько сторон и я говорила уже 3 и 4 и вот так вот вяжем до конца сейчас у нас будет уже угол свободный здесь в конце 4 столбика с накидом 5 воздушных и опять 4 столбика с накидом ну вот как вы видите соединять воздушными цепочками воздушными петельками в процессе вязания довольно таки легко никаких сложностей у вас возникать не должно потому что тут сам узор говорит за себя то есть какие места мы соединяем не надо ничего подсчитывать если вы видите что пошла воздушная цепочка значит ее надо соединить вот что делать когда вот такие перекосы мы просто двигаем двигаем ниточки как нам нравится вот здесь вот например я могу спокойно подвинуть вот так на серединку да вот естественно после отпаривания после того как вы постирается все петельки выпрямиться все будет и просто идеально вот и советую ниточки прятать после каждого мотива либо потом вам придется если изделие все из квадратов сесть засесть на пару-тройку часов и просто прятать вот эти вот кончики я предпочитаю их прятать сразу чтобы вот так вот красиво получаться потом на это уже не отвлекаться вот как вам такой процесс соединения как вам понравилось что вам не понравилось напишите в комментариях обязательно прокомментируйте и подписывайтесь пожалуйста на мой канал не будет очень приятно если вы будете следить за уроками учиться вместе со мной ну и ставьте колокольчик нажимаете на уведомление чтобы получать новое уведомление о уроках всем пока пока легких петелек